Уважаемые наши подписчики, ну не скупитесь, делитесь нашим видео со своими друзьями, пусть они тоже подписываются, пусть тоже радуются жизни, и не забывайте ставить лайки, писать комментарии и нажимать на колокольчик, тогда мы снова с вами увидимся. Идет маленький мальчик с мамой по обочине дороги и ловит машину, и вдруг замечает на обочине дохлую кошку, сбитую машиной. Мальчик говорит, мама, мама, а что это? Ой, фу, сынок, это дохлая кошка, она уже теперь все представилась, вознеслась к Богу. А малыш, а, понятно, а Бог ее за ненадобностью опять выкинул сюда, да? Фирочка, вот объясни мне, вот зачем ты одел это красивое, дорогое, кружевное белье? Ты же идешь к зубному врачу. А вдруг он нахал? Маленький Вовочка с интересом рассматривает свои половые органы. Мама заходит и говорит, что ты делаешь, сынок? Она говорит, мам, мам, а это что, мои мозги? Мама так посмотрела, говорит, ну, пока нет, сынок. В больнице идет обход, и больной просит, доктор, вы не могли бы убрать от меня соседа по палате? Отчего? Понимаете, он изображает все время мотоцикл. Ага, вам мешает шум? Не, выхлопные газы. Парня забирают в армию, он стоит на перроне в ожидании отхода поезда, все садятся в поезд, и он прощается со своей девушкой, целует ее, говорит, ну все, поехал я служить в армию. Она говорит, я буду ждать тебя. Он говорит, нет, 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 ты что, иди домой давай, меня долго не будет. В одной семье муж соглашается заниматься сексом с женой, исключительно в полной темноте. Ну и так проходят года, ну и как-то жене уже надоело, и она решила все-таки включить свет. И в самый кульминационный момент она включает свет, и вдруг видит, что муж делает это огурцом. Говорит, ах ты ж гад, объясни мне, и давно ты этим занимаешься, а? Я жду объяснений. Муж говорит, дорогая, я тебе все, конечно же, объясню. Только для начала объясни мне, откуда у нас трое детей, а? Современная молодежь. Прибегает девушка к своей подруге, вся плачет, в слезах. Так, не, говорит, Светка, что случилось? Я ушла от Кольки, я не буду больше с ним. Говорит, что случилось? Что произошло? Я не знаю. Давай выпьем. Они берут пиво, наливают, садятся пить пиво. Так, говорит, ну, что, рассказывай. Говорит, представь себе. Я ему говорю, ты меня любишь? Он говорит, Ось, я тебя так люблю, так люблю, что вот не могу тебе передать. И вот знаешь, как я тебя люблю? Мы пацанами пьем, говорит, пиво. Пьем, пьем. Ну, и в конечном итоге оно ж подходит к концу и хочется отлить. И идешь в кусты отливать это пиво. Получается, такой кайф, говорит. Так вот я, говорит, тебя люблю больше, чем этот кайф. Представляешь? Представляешь? Говорит, да, козел. И они сели дальше жаловаться друг к другу и тоже напиваются пивом. И пиво так же подходит к концу. И девчонки говорят, слушай, надо куда-то, куда-то, вот так хочу уже в туалет. Они тоже находят кустики, забегают за эти кустики. Садятся, и вдруг она расплывается в улыбке и кричит. Галя! Галя! Ой, кайф! Он действительно меня любит! Муж возвращается с работы, на пороге его встречает жена и говорит. Котик, я напекла тебе блинов и чуть-чуть разбила машину. Что сделала? Блины. Недавно читаю объявление. Продам квартиру в центре Москвы. Или поменяю на поселок городского типа в Тульской области. Слушай, Валерчик, а ты по утрам бегаешь? Ты что, окренел? Я никогда не бегаю добровольно. Кстати, если ты вдруг увидишь, что я бегу, беги тоже. Явно какая-то херня приближается. Мужик подходит к папу и говорит. Батюшка, а скажите, пожалуйста, я вот пост соблюдаю, все эти правила чту как положено. А скажите, а сексом во время поста можно заниматься? Подумал, говорит. Ну, в принципе можно. Ну, только если жена ни рыба, ни мясо. Сеня, что такой грустный? Да, представляешь, стоит сделать человеку комплимент по поводу красивых усов, и все. Она с тобой больше не разговаривает. Идет суд, и судья произносит речь. Говорит, скажите, посудимые, вот вы убили раечным ключом на 12 сапожника. Из зала вдруг реплика такая. А, сука! Говорит, я попрошу тишину в зале. Далее. Вы газовым ключом убили соседа со второго этажа. Из зала опять. Вот гнида. Ну, я попрошу тишины в зале. Судья продолжает. Ага. А вот монтировкой вы убили продавца продовольственного магазина. Как вы все это объясните? А из зала суда опять реплика такая. Ну, не падла, судья. Попрошу тишины в зале. Тут из зала не выдерживает этот чувак, который давал реплику. Поднимается и говорит, господин судья, я у этого подсудимого просил и гаечный ключ, и газовый ключ, и монтировку. Вот, сука! Все время я говорил, нету. А тут нашлось, а? Женщина приходит в автосалон и говорит, я бы хотела купить автомобиль. Модель? Нет. Нет, бухгалтерша, но за комплимент спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайте своих друзей, ставьте лайки, пишите комментарии и главное не болеть. Ну, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok